почему это был ожидаемый фильм офигеть боже мой наконец-то этот день настал ты в этот момент думаешь блин сейчас что-то откроется и так всем привет вы на канале обсуждаются интересные фильмы не только сегодня мы обсудим интересный фильм человек-паук нет пути домой очень интересный зашкаливает моя планка интересности ну да ладно меня как и прежде зовут алексей меня зовут питер паркер мы можем начать рейтинг 8 и 3 помыли 85 то есть шедевр шедевр кинематографа на все времена бирже и тому же он собрал косу сбора 2 или 2 миллиарда долларов как то так вот чудесный фильм ну давай начнем с чего начнем ну начнем с того что были офигенно мне кажется почему такой успеху этого гениального фильма это была гениальная рекламная компания его то есть там хайп был поднят еще там за год за полгода то есть всякие трейлеры всякие инсайды всякие немножко выливали в сеть и все думали так блин будут там другие паучки или что там вообще за сюжет все таки блин пожалуйста тоби пожалуйста второй путь на самом деле классный актер вообще я бы хотел чтобы сняли еще с ним фильм вот то есть потихоньку выливал себя информации так подогревался интерес и то есть на самом деле я тоже ожидал этого фильма какого-то вообще мега крышесносного кинчика вот я когда по вышел этот фильм посмотрел рейтинг там в первый день не было там 9 был 0 баллов и я если честно я вот сразу я расстроился потому что я понимал ну это невозможно такое быть что просто какой-то марвеллский фильм попкорновый просто какие-то чувака которые лазят по стенам то есть там нет какой-то высокой морали философии как бы давай еще вот что сразу поменим почему это был ожидаемый фильм как мне кажется многие ставили на него большие ставки потому что ну не знаю я для себя предел так что несколько год или два назад вышел мультфильм про мультив вселенную и он был очень интересным и очень захватывающим и мы еще по-моему тогда с тобой обсуждали о том что было бы интересно и прикольно если бы сделали бы фильм вот в современном до человеке-пауке сделали в мультивселенную где вот как раз таки старых героев и здесь они как будто бы услышали я думаю голос миллионов которые также хотели и воспользовались этой возможностью что они могут сделать мультивселенную и тем самым еще больше поднять себе хайпа когда они вернут старых героев отчасти или воспользуются ими не в этом плане да они молодцы что две студии скооперировались подписали договора там собрали все весь народ со старых фильмов и все согласились но на не все ну кто там смог вот мы знаем кто согласился это правда за это огромный конечно респект это очень здорово это круто за это вообще никаких проблем но как вот это все реализовалось это было для меня это ужасно честно я я очень расстроился посмотрел тот фильм мне честно мне очень побило больше даже чем от вечных потому что этот фильм это просто фан-сервисный фанфик мне не верится что на серьезных щах кто-то может не на как это воспринимать фильм потому что он это просто какая-то комедия когда скорее всего ну точнее мы расстроились его возможно что скорее всего и другие расстроились как раз где-то наверное середины фильма после по статистике 9 из 10 человек 9 понравился фильм значит 9 из 10 человек не расстроились после середины фильма они наоборот кайфанули то есть та самая важная сцена которые люди ждали ну знаю я ждал лет двадцать например когда встретиться до старые пауки да они встретиться но грубо говоря старые пауки появится то есть этот как бы эпичный легендарный момент и его просто вот превратили какую-то комедию на каком-то дешевом ток-шоу типа какого-то там вечерний орган ну не вечерний наш какой-то там ночной который наш третий там орган то я не знаю который там на минималках я не знаю как это еще опустить это было ужасно то есть появляется паучок гарфилта да в киноселенной марвел то есть все таки офигеть боже мой наконец-то этот день настал боже спасибо что я дожил и что происходит какая-то бабка на каком-то филиппинском языке я не знаю начинает просто говорить какую-то чушь и паучок начинает бегать по стене и убирать паутину такой мега эпичный момент я не знаю и просто превратили о какой-то фарс да вот конечно с появлением героев из других скажем тогда фильмов и вселенных это было очень странно очень странно я бы даже так сказал очень странно это было ужасно и еще но я увидел в сети интернет как там такую люди в интернете додумывали что вот это вот бабка ну в доме который они появляются она является той женщиной которую помнишь первый человек паук тоби макуайра он в одном из пожаров спасает маленькую девочку о господи на вот эти она тоже была филиппинка или шапочку из фольги и фантазируем здесь я к тому что мне хочется но я как бы посмотрел на этот факт мне кажется это бред полный потому что это вообще конечно это плен и во первых во вторых это как бы абсолютно разные миры если уж об этом говорить поэтому этого не они люди любят копаться извините меня в говне просто марвел взяли просто начались не кинчик вообще сюжета нет ничего нету просто давайте встретимся хер знает как это сделаем а люди просто придумал там какие-то теории просто которые в мозг взрывают они там чудо там каждый кадр разбирают на части там все там пили так далее нет надо попроще все смотреть ну давай так тогда вот как мне кажется будет интересно узнать подтверждение твоим словам как ты можешь подтвердить то что они на изи собрались просто и что-то состряпали но я не знаю как это может я просто я это ладно давай так я тебя спасу в этом плане ты меня подхватишь потом как мне кажется не было продуманные злодеи точнее если мы говорим о том что злодеев которые взяли из первого человек паука тоби маквайра то у них всех были закрыты арки то есть в конце октор октариус он осознал свою проблему то что нельзя держать солнце в руках зеленый гоблин он тоже получается осознал что он делал какие-то плохие вещи и все они умерли с тем ощущением что они не хотят быть монстрами но как только они появляются в этом фильме они остаются теми же самыми монстрами что уже по сути дела как бы относительно ломает всю это ну ломает связь между этими фильмы вообще между этими героями это первое второе никто нихрена вообще не объяснил какого хрена мертвые злодеи появляются при этом при том что даже злодеи которые умерли в разных фильмах тому 2 и в первой части они появляются в этом фильме и ты не ну и никто не пытается вообще даже объяснить что они здесь делают но ты прав как бы но это вообще уже копание в сюжете здесь просто сюжетом просто просто никакой я не знаю вот от этого же у тебя и возникает вопрос что никакой потому что ты как бы видишь ты видишь на знаешь это как либо ты видишь красивую обертку вот злодеи еще что-то это такой думаешь блин а вот а что вот с за этой оберткой и тебе не говорят что там тебе просто показать вот просто варки красивая картинка вот там типа ешьте вот там какая-то драка вот еще что-то а ты так как бы начинаешь спрашивать почему за что они как бы почему они начинают драться только из-за того что они злодеи друг другу но до этого мы мотивацию всех были понятны кто-то что-то защищала тут они как бы просто ничего не защищают просто друг другу лупит постоянно не говорю если так разбирать это фильм просто провалится но вообще это ничтожество не знаю как это сказать например если ты хочешь разбирать персонажем например возьмем джейми фокса да вот электро фильм было видно что ему вообще пофиг он занесли просто котлету денег не знаю пару мультов баксов просто как чувак отыграю от электро он говорит типа не не хочу так давайте 3 3 мульта дадим долларов 33 мульта 33 не знаю сколько ему дали а он такой окей да вообще без вопросов ладно заплатили и он просто играл вообще-то машина такая он вообще не играл того электро который он был он играл просто вот он играл не знаю себя он просто кайфанул что-то пришел на съемочную сцену там что-то сказал пару слов там пол горала и все то есть не знаю такого наплевательства отношения ни разу не видел нет я вообще хочу сказать что если уже разбирать весь сюжет то почему мистерио не я бы не удивился что мистерио возродился в этом фильме потом скажу если разбирать вообще весь этот сюжет глупый и несуразный почему питер паркер когда пришел к стрэнджу не попросил у стрэнджа почему бы весь мир не забыл этого мистерио и что он сказал он же мог это вообще так сделать и не надо надо было бы вообще там все разносить чертям всю эту мульсию вселенной вот есть все так и задаваться и если уж то пошло бы прикольно что мистериод умер в прошлом фильме его база бы здесь тоже возродился такой я уже то и не знаю тоже поменялся и он такой он не такой плохой как был фильме он такой добрый чувак он и наоборот реально спасал бы прикинь спайдер-мен это был больше гениально да да смотри а я почему-то еще подумал о том что там вот все-таки почему мы решили записать эту историю сейчас мы расскажем все-таки не только обосрать но и не сказать какие-то положительные вещи одна из этих положительных вещей это все-таки насколько как нам показалось очень крутой злодей насколько он мощный и безумный это зеленый гоблин но ты вот в этом фильме опять в исполнении да в исполнении уильяма дефо он настолько крутой харизматичный вот он просто mvp этого фильма он всех затмил он да мне мне тоже показалось что вот он настолько был мощный и настолько он вот опять же поглощающие это что-то невероятно как он возродился спасибо вот я к этому подвожу просто там было фильме очень такой интересный момент когда октор актариус говорит о том что вы не можете драться с зеленым года вы не можете увидеть потому что он умер я увидел это сам и я помню это сам это получилось по событиям как бы вселенной еще магуайра 2 он умер до раньше чем актариус то есть реально до этого момента это просто не такой задаешься вопрос офигеть что сейчас буду да и вот он там говорит что вы скорее всего деретесь с ну не с ним с кем-то непонятно с призраком с призраком да вообще то есть там модель момент мой сюжет навернуть да и ты в этот момент думаешь были сейчас что-то откроется и вот когда ты говорил про мистерию я почему-то подумал было бы прикольно если бы мистерию он бы ну как бы создал оболочку дать и по зеленого гоблина а кстати возможно а потом бы мы опять увидели что это но этих сюжетов которые могли бы быть был их могло быть тысячи просто интересных или проработанных но мы получили то что эти злодеи сами сказали что именно это те злодеи которые умерли то есть не сказали я я помню только когда там то есть но последние моменты жизни то есть они прямо говорят что вот это помню а дальше ничего не помню то есть вот то есть они именно говорят что именно те которые были в фильмах именно те злодеи то есть это все рушит просто полностью да в общем уильям дефо красавчик зеленый это респект просто кайф фильм пусть сам по себе говно если вам как бы не жалко свое время то конечно же посмотрите потом напишите комментарии и скажите свое мнение об этом фильме если вам не жалко свое время то просто поддержите нас отличным комментарием скажите что фильм говно и поставьте лайк выразите свое мнение почему вот вам по фильм понравился да вот большинство фильм по разу творите мнение свое от нормально почему вот нам было бы интересно почитать ничего не будем удалять как бы и ответим да какие-то комментарии вот всем спасибо всем пока до новых встреч